Компактный кейс с планкой для большего удобства открытия. Механические кнопки управления с плавным ходом. Адекватный диод индикации заряда в боксе, качество пластика и материалы на высоте. И да, блицы эту модель допиливали. Это как минимум вторая их реинкарнация. Подробно в обзоре. Мнение в конце. Тьюб 478. Всем привет, вы на канале пользы нет. И здесь только быстрые приёмки обзоры – раз в месяц розыгрыш 5 фитнес браслетов ми бэнд 4 на стримах, которые проводятся на канале раз в неделю. Для розыгрыша достаточно подписки с колокольчиком, лайка и любого комментария под любым из видео. А сегодня как всегда тезисно о беспроводных наушниках – Блицвульф фея 5. Коробка. Всё в стиле блицов. И это не значит, что коробка сделана стильно. Просто в стиле бренда. Минимализм, который с одной стороны кричит, что это китайский Китай. С другой стороны говорит о том, что на пакинг производитель лишних средств однозначно не тратит. Эту модель покупают тысячами. Значит людям заходят. В комплекте бокс, наушники, макулатура. Однородные, маленькие и довольно печальные, но в то же время не отвратные амбушюры и довольно древний микро юсби. Ничего не пахнет. Упаковано с головой. Дойдут в целости даже почтой России. Бокс. Цвет только синий. Покрытие глянцевое. Выглядит очень вызывающе, но в то же время качественно. Собран без зазоров и без заусенец. Весит без наушников кейс 29 грамм. Размеры бокса 60 мм на 37 мм на 28 мм. Бокс очень удобно засовывается в любой карман. Наушники внутри кейса не дребезжат. Бокс часто вылетает из рук, ведь он глянцевый. При падении ушки обычно из бокса выпадают. Емкость кейса 400 мАч. В ушах по 50 мАч. На практике бокса хватает на 2 полных зарядки наушников и ещё одной зарядки на процентов 70 в третий раз. Заряжается кейс только через древний микро юсби около 2 часов. Уши в кейсе до 100 процентов с нуля необходимо заряжать около 2 часов. Одной рукой кейс открыть довольно легко. У него есть специальный небольшой выступ. Ушки из него можно также вынуть одной рукой. Кому это интересно. По ушам. Затычки. Собраны качественно. По габаритам очень компактные. Из ушей не торчат. Носить в ушах удобно даже под шапкой. Во время занятий спортом они у вас точно не вылетят. Управление механическими кнопками. Удобно, что с кнопок их можно выключать и включать. Основной в паре правый наушник. У меня при погружении наушников в бокс во время воспроизведения ушки продолжают играть прямо в боксе. Сами не отключаются. И это считается самым распространённым их глюком. При работе диоды крайне подло мигают, что в темноте очень даже раздражает. Довольно короткий звуковод, что более чем универсально. Но от перепонки до источника путь становится больше. Наушники можно вернуть к заводским настройкам. Блютус версии 5.0. Притом здесь блютус чип не куалкомовский, а аэроха 1526 пи. В то же время задержка в ютьюбе по мне в них минимальна. Как и в некоторых играх. Как всегда тесты поподробнее в конце обзора после прощания. Для тех кого эти наушники заинтересуют. У меня фоновых шумов не было. Но у некоторых пользователей в этих ушках также они встречаются. У ушей хорошая пассивная шумоизоляция. Активного шумодава конечно же в них нет. На 70 процентах громкости наушники отыгрывают обещанных 3 часа. Ловят только через одну стену, но лично у меня в людных местах с телефоном OnePlus 7T Pro отвалов с ними не было. Хотя пару прерываний в день я стабильно в них ловил. С ушей нельзя управлять громкостью. Защита от воды IPX6. И это значит никакого вам душа. Максимум под дождиком прогуляться. И я не буду вам рассказывать про то как эти уши у кого-то выжили в стиральной машине. Это единичные случаи. По одному наушники работают. По функциям. Включение и выключение. Вызов голосового помощника. Ответ на звонок и сброс звонка. Переключение треков. Кодек только SBC. И это нереальная печаль. Датчика приближения в наушниках нет. Нет даже кодека AAC. С другими амбушюрами некомплектными кейс не закрыть. Мультиподключения в наушниках также нет. Конечно же нет кодека APTX. Микрофоны как всегда в затычках посредственно. Вот вам пример их работы. Тест микрофонов наушников Blitzwolf Fia 5 в помещении. Здесь как всегда все неплохо. При включении подключаются сразу. Сопрягаются очень быстро. Басов по мне в наушниках маловато. Хотя эквалайзером маленько это и справляется. Никакой прозрачности и глубины практически отсутствует даже намёк на детальность. Акцент на низкие частоты. Но даже бас по мне довольно глухой. Как я говорил всё это необходимо выводить в эквалайзере. Средние и высокие частоты просажены. На максимальной громкости не шипят. Запаса громкости хватает. Но не для любителей металла. Цена по ссылке в описании к видео около 30 долларов с учётом бесплатной доставки. Вроде и недорого, но и недёшево. Резюмирую. Внешний вид и качество сборки – зачёт. Но мигание как у новогодней ёлки, посредственное звучание и обрезанные амбушюры советовать эти ушки мне не позволяют. За эту цену можно найти лучше. Хотя возможно и не такое симпатичное. Ставим лайк за труды. Пишем, что ещё купить для обзора. Подписываемся на канал для стримов в прикреплённом комментарии. Смотрим в конце ролика. Полные тесты задержки. Девайсу да или нет – польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья. друзья. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok